На Тенгизском месторождении приступили к строительству третьего завода. Это самый крупный инвестиционный проект, которому дан зеленый свет за последние годы в Казахстане. Его стоимость свыше трех триллионов тенге. После завершения работ добыча нефти на Тенгизе возрастет на 12 миллионов тонн, достигнув объема в 39 миллионов тонн в год. Но уже сегодня проект вносит весомый вклад в экономику страны. Работу на Тенгизе получили почти 100 тысяч казахстанцев. Виктор Сутягин рассказывает. У оператора Асета Суханова задача ответственная. Он контролирует процесс отделения газа от нефти, поступающий из скважин, на один из двух уже действующих на Тенгизе заводов. Главное внимательно следить за датчиками. Мы не должны допускать ни малейшего сбоя. На Тенгиз по вактам Асет приезжает из Уральска. Рядом с ним работают ребята со всех регионов Казахстана. А в Сеонном месторождении, где приступили к расширению производства, сегодня одновременно занято до 50 тысяч человек. С учетом перевахтовок почти 100 тысяч. Население целого города. О масштабах стройки можно судить даже по этому крану. Его грузоподъемность 3,5 тысячи тонн. Это один из самых крупных кранов в мире. Контур нового завода на строительных площадках еще только вырисовываются. Но уже можно говорить об его уникальности. Состоять он будет из отдельных модулей общим весом в 53 тысячи тонн. Для их доставки на завод на Каспии пришлось построить морской причал. Небольшой порт. При его сооружении был прорыт канал длиной в 71 километр и глубиной почти в 5 метров. С Черного и Балтийского моря модули поступают по внутренним водам России на Каспии. Грузоподъемность барж максимально это до 2000 тонн. Модули поставляются на порт. Оттуда они доставляются на Тенгиз. После завершения проекта порт перейдет к Казахстану. И станет еще одним транзитным хабом на Каспийском море. Через него удобно будет отправлять и зерно, и металлы. Переваливать грузы, идущие из Китая и азиатских стран в Европу. Конечно, работать в порт будет и на Тенгиз. Через 4 года здесь ожидает роста добычи нефти на 12 миллионов тонн. До 39 миллионов в год. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и Жандос Рахметуллин. Атераусская область. Хабар-24.